привет друзья мы продолжаем проходить третьего ведьмака комплект дополнений кровь и вино сегодня мы пробежимся по дополнительным заданиям давайте посмотрим что там у нас есть так рыцарь наемника рыцари прекрасные дамы по стопам пророка лебеды есть кстати ведьмачьи заказы и охота за сокровищами конечно же вот например баклерская сафари 37 уровня поговорить с графом били далее давайте на его попробуем выполнить далеко отсюда нет тут как раз кстати недалеко 400 метров ну то дайте едем точнее сказать скачем это где-то здесь здесь есть еще что пушмонай д ты меня звал что такое у нас тут ужасная беда с пауками позови бабу с метлой зачем тебе попу сметного не поняли пауки огромные собаку ростом черные такие волосатые паутиной плюются в таком случае это не пауки арахноморфы дозовите как хотите разберитесь вы с этой мерзостью ладно из этих пещер вышел бы отличный склад для бочек если б не эти твари так обсудим награду сначала главном обсудим мою награду сколько мы можем накинуть так ну разница в 69 до монет сколько попросим он давать 180 попросим я знал что мы договоримся окей тогда беремся арахноморфы очень быстро размножаются так что лучше решать проблемы в зародыше я этим займусь так сейчас полезем эту пещеру только давайте посмотрим тут все что можно взять всегда барахло ну геральт и барахлом не брезгует геральт у нас берет все ох ты что это не случится регистрационный журнал с нами вы будете в большей безопасности какой-то журнал а это что ерунда ваше сиятельство письма охотника а вот он граф били дали это видимо позже нам надо будет с ним поговорить и так понимаю красочка все мы тут подняли ли есть еще что-то быстренько так пробежимся так тут у нас грибочки в кости вроде бы все подняли так ну чтож вынимся встаем меч наверно факел достанем так вот вижу я этих арахноморфов так еще какая-то а это как раз про нас слушайте это как раз по той части что мы освобождали этого василиска да венцо всякая ерунда так ну-ка давайте наверно может здесь пройдем 2 паучков зарубили опять же квынемся где там наш арт а где-то еще один есть хотелось бы по дороге все залутать пройдем еще мимо чего-нибудь ладно пусть спадает этот заряд меча думаю что с паучком справимся главное все как следует посмотреть а да друзья все время забываю сушки так где тут хатой мало ли кто чё скажет все то же самое еще не менялась ну вроде бы тут мы все подняли еще раз тут посмотрим там вот какое-то тело видимо чувачок от паучков пострадал зови говорит бабу с метлой да да я молоток знает что сказать где там наш квен теперь ищем арт не люблю с этими паучками бегать замотали тут их узких проходах кстати весьма неплохо так рубить хотя основная их масса была здесь да вот это вот месте еще одно тело но здесь ничего нет ладно давайте выходить думаю что мы все уже здесь подняли по крайней мере я здесь больше ничего не вижу так а чувачок уже здесь стоит есть новости я уже был там и навел порядок хвала богам и вам разумеется так с ним еще и поговорить можно давно ты занимаешься виноторговлей не слишком если честно я учился на алхимика но что-то у меня не пошло вот я и стал вином торговать и занятие это куда более приятное должен сказать пей себе на работе а никто и слова не скажет разумно а после стаканчика мир кажется куда более приятным я хотел кое-что купить может и продам что-нибудь я кстати пробовал торговать с одним виноторговцам цены у него те же самые что и у всех остальных на вино имеется ввиду думал можно будет спарить вино подороже оказалось что нет а ну что тут у него сверх дорогие глифы рецепт которые нам нафиг не упали прочь требухам но нам ничего из этого пока что не нужно единственное мы ему можем что-нибудь впарить например вот от этих вот вот эти вот стручок архиспоры почему бы нет у меня их так прилично скапливается поэтому давайте-ка ему их продадим ну и чтобы него монет не оставалось цветочками догонимся мне пора в путь бывай так но теперь поговорим с графом господа я тронут вашей заботой но этого дня я давно ждал и позвольте мне прожить его так как я сам запланировал а вот кажется и мой проводник мое почтение приветствую белый волк полагаю ты видел мое объявление ну да глупый вопрос раз ты здесь то наверняка видел позволь представиться граф бели даль большой почитатель твоих свершений очень приятно ведь мать и не часто такое слышит но ваше сиятельство вы пойдете с одним ведьмаком этот парень 10 стоит но экспедиция и без того излишний риск а если вы нас не возьмете это уже при всем уважении сумасбродство какой не преувеличивай вельмар надеюсь я все-таки не умру если полдня будут сам себе подтирать задницу прости моим стражникам эти причитания ведьмак и позволь мне перейти к делу как ты вероятно уже знаешь из объявления предложение у меня довольно нетипичная видишь ли ведьмак я люблю дикую природу а в туссенте живет несколько видов животных которые нигде больше не встречаются я бы хотел чтобы ты сопровождал меня в путешествие которое их сохранит на века ну да и защищал бы меня если вдруг что пойдет не так а то стоит мне хотя бы поцарапаться мои отважные защитники тут же донесут жене моем безрассудстве и тогда судьба моя будет плачевна жене донесут ну расскажи о себе подробнее били дали граф били даль знаменитые птицеот нет это был мой дедушка славный был человек я же занимаюсь винами привожу в родной ковер лучшие сорта поэтому время от времени я навещаю бок лер и всякий раз стараюсь скажем так прикоснуться к дикой природе и для этого тебе нужен ведьмак взял бы своих стражников дешевле вышло разумеется можно и так но им тоже полагается минута отдыха правда господа кроме того я богат кто мне запретит а выходит вся эта экспедиция каприз богача есть еще клариса она вильмар прошу тебя кто она моя дочь я всегда привожу ей из путешествий разные сувениры она их ждет с огромным нетерпением впрочем сейчас речь идет не о моей семье но о нашей экспедиции правда чем заключается задание прежде чем я соглашусь расскажи хоть что-нибудь куда мы идем что именно мне нужно делать целом восхищаться фауны и флоры я же при случае постараюсь что-нибудь увековечить увековечить видишь ли у меня тут такой аппарат парэстисомак который запечатлевает образы паристи что такой как бы переносной мегаскоп он ухватывает события и превращает их в иллюзию на основе которой я позже пишу картину то есть ты предлагаешь пойти с тобой разглядывать зверюшек цветочки и да в целом все верно только сперва ты должен выследить тех существ которых я хочу запечатлеть сам я только примерно представляю где их ну и если что-нибудь пойдет не так у нас в загашнике будет твой меч ну как согласен поговорим об оплате довольно необычное задание не могу не согласиться и потому предлагаю весьма достойный гонорар ты же не будешь возражать если я попрошу назвать конкретные цифры нет нет пожалуйста прошу просто скажи сколько ты хочешь получить но раз он богат черта почему он так мало платит да изначально а попробуем таким образом замечательно по рукам ха надо же крутяк ладно принимаем заказ задание вроде трудная я бы взялся за что-нибудь приятное для разнообразие замечательно в таком случае вот карта перед приездом я поспрашивал местных охотников попросил определить места обитания существ которые меня интересуют все отмечено на карте отличные мысли будет их проще выследить ну что отправляемся да пойдем свет сейчас просто идеальный он так и будет с этой коробкой на голове вот холера никак похмелье не пройдет раз уж карты у меня позволь я пойду вперед а почему в тебе не отправиться в экспедицию со всей своей свитой ты шутишь вырваться из-под крылах рады истинные избавления очень они меня оберегают я предпочитаю любоваться животными увековечивать их а не убивать из ложного страха за собственную жизнь а если животные нападут тогда у нас и правда не будет выхода мы же не хотим стать их обедом но пока они спокойны и незачем их провоцировать это для меня очень важно ну что ж посмотрим что из этого выйдет на всякий случай надо квн приготовить мало ли что вот кстати первое место вроде здесь где-то неподалеку да где он там идет нет кто это медведь что ли я слышал суды по карте где-то тут должно быть молитверы держись рядом и не зевай у меня просьба постарайся если возможно не проливать крови и проливать крови это медведь чтоб ему черт медведи похоже я что делаю это медведь да очень злой медведь сори на медведя пришлось завалить где там граф ты худо он делся чтоб ему ладно где-то спрятался наверное а вот же пометка есть но я его не вижу слышите это пантеры откровенно говоря ничего не слышу чувства мои не так развиты так что я просто доверюсь тебе так а это что прекрасный день чтобы ловить события браконьеры похоже расставили силки на медведя попалась пантера о посмотри малыш ты поможешь его матери попробую нас чего ее надо успокоить иначе она на нас бросил отлично выйдет прекрасный план как ты ее освобождай это чувак всем что ли давайте попробуем а говорят у ведьмаков нет сердца этот образ прости я тебя не предупредил порости самака есть своя лампа не смотри в мою сторону не то он тебя ослепит порости самак растревожил зверей надо отсюда убираться ненавижу браконьерам я рад что ты разделяешь мою любовь к животным здесь вот эти вот ловушки смотрю стоят везде хотя я больше нигде их не видел есть еще да есть смотрите-ка наверняка еще пинг есть ладно идем дальше для человека из города у тебя очень широкий круг интересов ох и правда интересов у меня порядочно вина природа живопись мне кажется ведьмачья жизнь при всем уважении несколько более монотонно это верно но скучно никогда не бывает а я вот вообще не представляю как бы я возился с одними и теми же существами тебя есть жена да а при чем здесь я да ни при чем просто так спросил так он же говорил уже про жену странно ладно пришли к следующему месту что тут у нас геральта там поцарапали немножко да давайте к свининку тогда потребим слышишь это они скалопендроморфы они роют туннели под землей при этом издают очень характерный звук так мы их и выследим надо же порасти самок выговаривает а скалопендроморф нет весьма странно это да ладно здесь звук громкий и четкий должно быть мы у самого гнезда мы на месте хороший план отсюда не поймаешь погоди найдем место получше и более безопасное ступай осторожно скалопендроморф очень чувствительны к звукам и к вибрации их легко разбудить и разозлить так давайте искать вокруг обойдем дети уж повыше о давай здесь расстояние подходит свет вроде тоже хороший да просто идеально даби бежит к нам ты сможешь их вытащить сейчас надо подумать надо заставить землю вибрировать попробую бросить бомбу или наложу знак а ты смотри ближе не подходи бомбу наверно речь идет о барде или какой-нибудь любой бомбе да давайте кинем от чего нас северный ветер прекрасный день чтобы ловить события это было воистину великолепно можно идти дальше потрясающе дух захватывает благодарю тебя у меня к тебе еще одна просьба я хотел бы увидеть брачные ритуалы местных павлинов говорят есть стая где-то неподалеку сходить можно но о брачных ритуалах лучше забудь они закончились месяц назад ужасно я так надеялся увековечить их во всей красе а если павлины не захотят показывать хвост можно с ними что-нибудь сделать раздразнить их как-нибудь ты о чем у меня хвоста нет и отрастить его не смогу по крайней мере в ближайшее время я скорее думал о ведьмачьей магии вы ведь говорят умеете воздействовать на простых существ ну да можно попробовать но ничего не обещаю замечательно я большему не прошу не знаю точно где стая но один охотник указал мне пару мест где они могут быть сейчас все отвечу ну ладно давай искать павлинов так теперь павлины где-то вот здесь да окей вроде бы недалеко я вот думаю почему павлины моя моя дочь очень их любит я хотел сделать ей приятный сюрприз для дочурки старается понятно логист смотри в оба давайте смотреть может быть что-то найдем так это что сильно пахнущие павлиньи перо перо из павлений гуски с кожным салом павлин потерял его недавно запаху сало очень характерный по нему мы стою и найдем ведьмак заработать как это замечательно ну да сейчас попробуем взять след по-моему еще одну да геральт уже уже подняли его слышишь они перекликаются чудес значит мы уже близко еще одно перышко так наверно аксим их или как еще вот они какие красавцы если бы они еще хвосты развернули посмотрим что я смогу сделать ищи куда встать я готов можешь применять свою магию получается нет а смотрите когда распушил один хэй второй тоже это будет шедевр улыбочку ух ты чёрт зараза берегись скалопендром орбе за нами приболзли в сторону так их нам варить или чё смотри в мою сторону он еще и фотографирует что ли чёрт а вот и все было жарко пожалуй довольно впечатление на сегодня это было великолепное приключение получил все что хотел да в таком случае возвращаемся в лагере возвращая вашего господина в целости и сохранности благодарствую мастер видите нечего было бояться спасибо что позаботился о его светлости ведьмак это вылазка явно пошла ему на пользу он даже как-то ожил погоди минутку геральт я схожу за кошельком и мы урегулируем финансовые вопросы мне очень приятно ко мне можешь не подлизываться ожил отчего давайте узнаем ожил а было что-то не так а он не рассказывал 10 лет назад клариса дочка его упала с коня с тех пор она прикована к постели ходить не может до того случая она была эдаким шаловливым чертенком каждый уголок дома она заполняла радостью граф часто брал ее с собой она тоже зверьё всякое любила теперь эти его экспедиции точнее образы которые он привозит это для нее единственное окно в мир а вот и я я очень рад что смог взглянуть на тебя в деле увидеть собственными глазами что в повествованиях о тебе нет ни капли преувеличения дисциплина надежность ответственность ты был бы идеальным деловым партнером жаль ты не торгуешь вином может когда-нибудь хорошо вот твоя награда спасибо у меня к тебе еще одно предложение я собираюсь устроить выставку своих работ для друзей может зайдешь если окажешься поблизости конечно зайдем почему нет если это по дороге замечательно в таком случае приглашаю гости я остановился здесь у друга рядом с деревушкой франко лар я буду до встречи да друзьям известная история у богача большое горе да что ж может быть есть смысл помедитировать он говорил что скоро это все дело будет дать попробуем так что тут до полудня как раз таки окей полторы тысячи метров пилить ну допилим я думаю как-нибудь шаловать надо я там наша плотва так и давайте-ка глянем как лучше-то проскакать нам придется через буклер ну да наверное это самая короткая тема сперва суда но потом здесь перейдем и доскочим остаток пути плотва ну ты что так сможем мы здесь я думаю что сможем вот а то что перепрыгнуть не можешь может хитрость на смену чести точно говорит что принесет нам завтра так а здесь вот уже пошли горки и пригорки у нас плотва и по горкам тоже может путешествовать плотва ты что куда-то там зашла печь здесь голубом поскакать нам никто не даст печально а здесь уже можно и побыстрей сейчас так на примочки ну и ура за шагом сезон петушок плотва тут прыгать надо ты что это стенка что ли не пойму смотрите плотва не может перепрыгнуть вот же печаль к здесь что друзья смотрите да ну есть конечно что еще дорабатывать разработчиков плотва но здесь конкретном ступоре но придержи а это что колышки висящие воздухе что ли ну судя по всему да ну это мир ведьмака друзья здесь магия повсюду но про корову мы уже знаем и первобытных живет один из опаснейших видов многоножек о коты смотрите прыгает или кто это собака это собака красочный хитиновый панцирь ну сэнти просим обратиться мне барда безлюдней тем без рюмки так что еще мы тут можем взять а здесь что письмо от жены графа били дали у нас все хорошо уже несколько дней светит солнце и довольно тепло да такого письма и прослезиться можно ну что поделать надо что ли ему как то сочувствовать или что-то типа того о это картины наши ведьмак приручающий павлинов интересно белый волк приручающий баклерских скалопендроморфов весьма неплохо кстати а что там геральт и пантера но везде фигурируем мы так ну давайте поговорим с ним как самцы так и самки станушки баклерской являются грозными хищниками хотя обыкновенно они охотятся группами автору этого выдающегося произведения удалось запечатлеть одиночку приготовившуюся к нападению стоит также обратить внимание на охотника который хотя безусловно сознает грозящую ему опасность с каменным лицом выжидает момента подходящего для атаки о геральт вот и ты чудесно прошу как я рад что ты пришел у меня для тебя маленький подарок и никаких отказов тоже неплохо спасибо как дела твоей дочери выставка прошла удачно давайте про дочурку спросим твой стражники рассказали мне о клаи ся жаль что с ней так вышло спасибо эти слова много для меня значат как у нее сейчас дела наверно ждет не дождется когда ты вернешься скорее когда я привезу ей подарки две картины я уже выслал чтобы ей не пришлось ждать слишком долго на обратном пути я думаю заглянуть в долл блатану говорят там можно встретить сельванов до одного я даже знаю его зовут торг он бывает вредным но за соответствующую плату согласиться на все о чем ты попросишь вот и отлично спасибо за подсказку передавая от меня привет но теперь можно и про выставку спросить сколько народу у тебя тут много друзей и все кажется в восторге от твоих картин ох если у тебя столько денег сколько у меня друзья липтут к тебе как пчелы к меду и восхваляют до небес все что ты делаешь я не говорю что все эти люди лжецы и подлизы но боюсь большинство из них таковы тогда зачем ты с ними общаешься я делец и дела торговые должны быть для меня превыше собственных чувств и симпатии кроме того да порой я выставляю откровенно неудачную картину только за тем чтобы послушать как люди лезут из кожи вон лишь бы найти нужные слова и похвалить ничтожную мазню и чем больше они хотят моей милости тем громче хвалят мои шедевры удовольствие по самые голодные скажу я тебе ну понятно рад был тебя повидать счастливо ну вроде бы как выполнили мы этот квест не стану больше он нам ничего не скажет рад знакомству весьма рад но больше нет друзьям так ну что теперь бутылка вина на двоих это нормально если один не пью коронат верментина давайте смотреть так заказы 48 уровень сокровища и дополь рыцарь наемник а ну это камерель вот этот вот чувак который платит да за ну я думаю что мы по ходу дела выполним эти задания может быть а сейчас может быть какие-нибудь последнее дело банды селины потому что здесь уровень пониже как бы оно не пропало это задание найти сокровища спрятанные на кладбище найти тайник в куче навоза давайте займемся вот этим в принципе не так уж далеко думаю что на платве мы доберемся быстро если конечно не застрянем нигде так вот его перепрыгивайте все откуда у тебя такие кошачьи гладища за скандал накажут плеткой есть закон про это так похоже нам придется обруливать где-нибудь слева надо на кладбище проникнуть так это не это кладбище о смотрите-ка я так понимаю пройти сюда нельзя это бак явно какой-то открыто вроде дверь да зайти нельзя еще вот эти вот черепа тут определенно должно быть закрыто ладно сохранять спокойствие безобразие не учинять так это где-то здесь бабе никогда вера давать не следует внизу так мы тут уже были во всей видимости не все забрали точнее сказать вот квестовый сундучок какой-нибудь все еще остался здесь так и есть дневник садовника квайля ладно нашли выходим а то здесь темно довольно таки надо выбраться из этого кладбища давайте посмотрим кстати что там дневник там найти пальмерина но это переключилось на основной квест найти тайник найти тайник кучиного задавать вот это посмотрим опилить так прилично очень прилично что-то будет что-то будет давайте выбираться давайте выбираться из баклера ну да геральт у нас не герой геральт у нас мясник из блавикина сейчас я песенку спою нету сил из баклера так просто не выйдешь знаете ли что за день на севере должно быть страшное можно в принципе здесь я думаю спуститься вполне так где там наши плотва надеюсь там что-нибудь стоящее раз столько пилить к тому же мы еще и не можем голубом скакать пока что а теперь можем и и и и и и и Притормозим, чтоб энергию набрать. Так, здесь у нас великан. Пасека. Где-то здесь. В куче навоза. Ну, давайте смотреть. Не любишь серебро, да? Право не стоило сюда ехать. Ну да ладно. Зато узнали, что здесь. Давайте посмотрим, что там еще можем выполнить. Так, заказы монстра из Туфо. Может быть какие-нибудь доспехи поискать, чертежи. Так, лагерь археологов. Школы Волка. Как далеко пилить. Ооо, 1700 многовато. Давайте, может, что-нибудь другое. Мантикоры частично уже у нас собран. 1600 тоже далеко. Ооо. Ладно. Ну-ка. Орбит Грифона. В замок Монкран. 3 из 6 есть. Ооо, это вроде поближе. Давайте тогда туда. На. Замок Монкран. Интересно. А здесь что? Ха. А здесь ничего. Ладно. Чёрт. Или орбит. Да... а правда что по науке кто зерно так давайте-ка здесь что ли покатимся там стражники стоит тут есть вроде бы смотрю дорожка объездная а это наверно те развалины отсюда хорошо видно ах и страшная жахаря что-то устала так и что же баргесты и что они охранялись турнирные сапоги тусенского рыцаря наверняка есть что-то по цене и флорин и ухты какой-то меч смотрите-ка чудо ха наверно самый обычный меч ну может быть и не самый обычный но в любом случае этот меч на продажу я так думаю еще что-нибудь есть так зайти нельзя ладно сваливаем хотя тут пилить уже и недалеко можно было наверно пешкодрапом так и так и так и так и так и так здесь у нас мост какой-то да конечно же по нему и надо пробежать да ты думаешь давайте посмотрим на карту сохранимся на всякий вот эти вот развалины мы сейчас попробуем зачистить свинетку скушаем надо собрать на себе как можно больше этих вояк скотина поехали дворик похоже зачистили так почему я не могу забрать это растение ладно можно кстати наточить меч ну да конечно здесь нам не рады в общем так здесь что-нибудь есть похоже что нету заквынемся и и жалкое зрелище так опа вот эти соли барды весьма опасно я не знаю что это и и и и геральт чтоб тебя где адреналин да король но будет что продавать кузнецу и цыпленка жареного тоже прихватим собаки собаками я думаю мы разберемся керальт ты чё творишь собачки пришли и 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 так и лестница какая-то еще но грибы то конечно мы тоже прихватим на всякий случай к вынемся то мало ли кто нас там может встретить ну да там еще разбойник хватит болтать двою так ну да я убил какого-то строги напомню так зажег чувак костер или он был уже зажжен геральт тут аккуратненько надо спускаться там ничего такого нет возле коста да вроде бы нет зато вид какой открывается и было бы кстати неплохо помедитировать немножко а то темновато давайте до утра может еще раз хорошенечко посмотрим так отлично спустились продолжаем зачистку укусим свининку понятно так вот с этим придется по-другому немножко вот так что он тут охранял ничего что ли быть такого не может а это свечки грибы чертовы так может быть как-то лестница ах ты стер визит давай навались а еще один такой давай иди сюда давай черта то не прячется за своими щитами так эффективно хоть энергии на нем набрать можно я тебя твоим собственным членом от имею да может быть стоило вы конечно же ардом или как-то поджигать но здесь очень узкое место они тут очень удачно со своими щитами будут выступать здесь по всей видимости можно улететь хотя я бы не сказал да там вот что то есть по моему ладно потом осуществить полностью все обойду не давайте ему передохнуть так откуда у меня такой урон это я об его палочку немножко геральт осторожнее надо и здесь вообще лучше наверное ходить шагом это можно сорваться улететь куда-нибудь по дешевому так чувак там какой-то ой мамочки как я люблю понавалять понавалять ну понаваляй а это ты зря это бочка взрывается так понимаю я даже не могу это вот 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 Можно было, конечно, бочку взорвать, но мы не станем. Похоже, это был самый главный бандит. Сейчас мы тут все полутаем. Ну и свечку, конечно же, затушим. Если Геральт не затушит свечку, добыть такого не может, чтобы Геральт свечку не затушил. Рецепт «Белая краска для доспехов». Дневник. Переплетенный в потертую кожу. Ну и всякие чертежи. Ложки. Причем так много. Все мы тут забрали вроде. Ну и винишко, конечно. Будем спускаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Конец бесчинствам Ганзы. Что ж. Неплохо мы тут поработали, только вот нам нужны чертежи. Сохранять спокойствие. Изобразие не учинять. Опять же, есть кузнец, да, здесь. Так, ну нам надо спускаться. Давайте здесь может. Сейчас здесь походим, поищем. Так, это похоже, кузнец и ездим. Великий ведьмак, убить четырех палого филибертов он, вид-то на великий подвиг. Вот за это моя вечная вам признательность. Он не один месяц в тех развалинах сидел вместе со своей Ганзой. Кто к ним живым попадал, жалел, что в бою не умер. Неплохую компанию он вокруг себя собрал. Отребья со всего света. Бандиты, выродки, слетались как мухи на говно. Хорошо, что ты их прищучил. Спасибо. На мои товары для тебя всегда будет скидка. Окей. Похоже, Ганза готовилась к долгой осаде. О да, крысы вырыли себе уютную норку. Рыцари попытались было их пощипать, но обломали зубы об эти развалины. Не удивлен. Фон Виттен превратил развалины в настоящую крепость. Баллисту на внутреннем дворе поставил. Но баллиста-то ему нужна была, чтобы от летучих ящеров отмахиваться. В холмах их целая стая. Так что поглядывай на небо, ведьмак. Да было бы неплохо встретить, кстати. Давайте посмотрим, что там у него. Твои товары, разреши мне на них взглянуть? Так. Ну, я не буду ему ничего продавать. Кстати, у нас тут уже такой почти перевес, да, идет. Все эти мечи я, естественно, продам кузнецу, который нам доспехи будет делать ведьмачи. Потому что мы ему много денюжек всегда сливаем. У него там осталось что-то около 25 тыр. Надо их забрать. Ну, у этого чувака, я смотрю, стандартный такой набор всего. Глифы за мечи очень дорогие. Вот, например, у ворожея глиф от Квена полторы тысячи стоит. И здесь вот на тысячу дороже. Так что не знаю, какой он скидке, он тут говорит. Дерет три шкуры здесь. Хорошо, прощай. Удачи на пути. А вот и наш герой. Убил четырех палого и не вспотел даже. Где-то здесь должны быть чертежи. Безобразие не учинять и вина не жрать. Так что, надолго к нам? Надолго. Так что, надолго к нам? Краска. Здесь пригодится гласник, а левожил иллюзию. Ага. Ну, теперь все ясно. Кто нападет на свет бести? Пускай обратится к командиру гвардии. Все мы тут собрали. Нифига. А мне не больно, да? Ведьмак? Вот кожа тоже брать на тяжелое. Вкалывать надо. Так, в дворе вроде бы все, обчистили. Туда наверх можно было бы еще подняться. Ну, здесь ничего такого. Сохранять спокойствие. Безобразие не учинять. Там мы как раз тоже уже все обчистили. За скандал накажут плеткой. Есть закон про это безобразие не учинять. Так, Геральт, где там наш факел? На всякий случай меч. И может быть даже квен пригодится. Небольшая развилка. Пойдем прямо. Эти камни я сейчас продаю. Рунные. Больше я их не собираю. Так, тут ничего. Рецепт трансмутации. Синий в красный. А это что? Усилительный кристалл? Черт. Надеюсь, я никакой там квест не попортил. Записка. Что за записка-то, ёпорст? Так. Давайте смотреть. Предмет, необходимый для задания. А где записка? Странно. Ну ладно. Идем дальше. Айн сейд хей айн эйли. Ну айн эйли, насколько я могу помнить, это как раз таки дикая охота, да? Вот эти вот эльфы. Здесь еще что-то есть. Геральт, что ты тупишь, а? Ну-ка, повернись. Что это? Черт, не нравится мне это. Сейчас спустимся только. Убедимся, что мы тут все обшмонали хорошенечко. Ну да, прошли по периметру. Давайте глянем, что тут карта какая есть. Сохранимся на всякий. Нет, карты тут какой нету. Дневник Моро того самого, что ли? Итак, ведьмака втянула в портал. Портал. Ну конечно же, кристалл у нас уже есть и нам придется его использовать, да? Окей, ладно. Теперь включу портал и посмотрю, куда он ведет. Ненавижу порталы. Просто замечательно. Кто там у нас горгулишь, что ли? А нет, нифига, это голем какой-то, что ли? Тихо, тихо. Мы его закритуем быстро. Еще пару ударов. Ну что, парень? Так-то лучше. Здесь Моро держал Джерома. Надо осмотреться. Так, надо осмотреться. Наверняка там будет какая-нибудь тварь. А может быть и не одна. Вот они. Штаны школы Грифона. И меч. На обороте чертежа, Джером что-то написал. В конце концов, Моро смирился с тем, что его сын ведьмак. Да, нехорошая история. Но я пришел за чертежами, и они где-то здесь. Понятно, что здесь еще какая-то иллюзия. Сейчас посмотрим. Что здесь у нас? Похоже, что ничего особенного, да? У тебя там кто-то есть. Здесь вроде все подняли. А-а-а, у меня перегрузка. 182. Ну ладно. Так, ну это мы можем быстро, так сказать, вниз, да, спуститься. Здесь ничего больше нет. Вот. Так. Там. 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 Да, а теперь я буду медленно ходить из-за того, что у меня перевес. Чёрт. Это ещё что за херня такая? Флэдер. Вот таких вот флэдеров надо было во втором ведьмаке делать. Мда. Один через портал. Где там наша лошадка? Давайте посмотрим. Вот здесь вот мы вышли, а зашли где-то здесь. Как-то так прошли. Предлагаю вернуться и распродать всё это барахло. Как раз таки давайте здесь проедем. У кузнеца всё это распродадим, потому что у Геральта перегруз. Кто-то у нас пантера опять увязалась. Волки. Пошла. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, раз уж мы здесь мимо пробегаем, попробуем продать вино виноторговцу. А, ведьмак! Чем могу помочь? Позволь я взгляну, что у тебя есть. Мы тут ему как-то помогли, но цены у него такие же, как и у всех. Похоже, что Эрвилюс самое дорогое, что ли? Хотя нет, вот тест-тест вроде бы подороже будет. Ему можно было и еду тоже впарить. Ту, которая нам не пригодится. Ладно, я потом, наверное, уже сам это все по-разпродам. Было и посмотрели цены на вино и отправляемся дальше. Я подфартила в гвинт на турнире, говорит. Подфартила, как же. Наши цветочки тут. Тут, конечно же. Ух, Платова, да что ж такое? Никак не можешь перепрыгнуть. Давай, Платова. Что, высоковато? Так, ну, наверное, лучше сверху будет. Так. Ну, наверное, лучше сверху будет. Труд облагораживает, а внешность обманчивая. Жизнь в баклере бывает дорогая. Зато смерть не даром идти. Распродадимся сейчас. Вот он, наш разоритель. Приветствую. Надеюсь, поиски продвигаются? Да. Покажи мне свои товары. У него остается 23 тыры, которые нам надо забрать. Ну, броньку мы всю, конечно же, ему продаем. Глифы тоже. Рубахи. Перчатки. Вот этот меч не знаю. О, дубина, смотрите, качады. Пятнашка у него остается. Ну, довольно многое. И это при том, что мы ему почти все продали. Эти мечи он дешево купит. Ну, в принципе, я не вижу в них ничего такого особенного. Наверное, все-таки тоже продадим их. Цацки я складирую пока что у себя. Не продаю их. Вот видите, да, какие я ему мечи продал из своей коллекции. Банши. Черный единорог. Вот, кстати, он вообще прямо дорого стоил, вот этот черный единорог. Не знаю даже почему. Наверное, самый дорогой меч. Сарим тоже. Решилось отдать. Ну да ладно. Для меня это слабые мечи сейчас, поэтому я их ему продал. Ну, так же из бандитов. Поснимал мечи, тоже продавал. Можем, кстати, посмотреть и что-то, может быть, даже изготовить. Выпуешь для меня кое-что? Конечно. Так, грифоны, кажется, да, там. Ну-ка, доспех гроссмейстерский. А, мы сейчас не сможем, потому что... Нужен вот этот вот... Да, доспех тоже нужен мастерский. Кстати говоря, понадобятся пластины обогащенного двумерита. Ну, понятно, я, может быть, как-нибудь за кадром все это у него скрафтю. А, может быть, и вместе с вами скрафтим. Если что, пишите. Я с собой-то, конечно же, не ношу все эти вещи, они лежат в сундуке. Так что, как-то так. Бывай. Удачи на пути! Ну, и, наверное, на этом серию завершим. В следующей серии продолжим собирать ведьмачье снаряжение. А, может быть, даже и какой-нибудь, не знаю, заказ какой-нибудь. Может быть, даже монстр из туфона. Вот видите, 48 уровень требуется. Хотя у нас Геральт вполне себе может взяться за этот заказ и выполнить его. Или что-то из дополнительных выполним. Ну, все, друзья, благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok